группами план 13 часов и 6 минут в нашем городе сегодня вторник 11 мая добрый день микрофона владимир сметанин и как обычно в это время и в этот день недели я приветствую в нашей студии владимира маматова при секретаре компании веч добрый день владимир володя приветствую я тоже на месте во вторник в 13 06 понимаю что сегодня приковано все внимание к казани соболезнования до необходимо да значит и все-таки такой сценарий повториться опять мрачный сценарий скорбное событие и даже в общем то честно говоря не хочется углубляться в эту тему потому что это слишком печально давай подождем конечно же результатов в окончательно расследования окончательно результатов ну каких-то устаканит тему соболезнования родителям я могу себе представить к счастью только на своем опыте тиху 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 никогда не было но потеря ребенка это катастрофа конечно да мы напоминаю с владимиром общаемся по вторникам именно в это время говорим о работе компании вятича продукции вятича его продвижение о том как вы эту продукцию можете сделать лучше привнести какие-то новинки о том как вятич взаимодействовать с теми же торговыми сетями о том какие проблемы существуют в сфере и вот мы своим общением пытаемся ну мы занимаемся тем чем мы собственно по закону даже журналисты занимаемся мы информируем мы несем информацию вы эту информацию перевариваете делать свои выводы мы просто вам помогаем в этом деле нелегком зачастую потому что некий вакуум информационный он все-таки присутствует ну даже не то что вакуум это скорее всего скажем так заговор молчания вокруг вятича он существует и будет существовать я думаю еще какое-то какое-то время по крайней мере точно вот отношение к вятичу со стороны общества это краеугольный на самом деле камень всей политики компании и всего того что во всем что мы делаем надо очень хорошо понимать эту составляющую то есть мы не существуем это очень важно знать мы не существую вне потребителя это абсолютный абсурд то есть мы не просто продаем продукцию да то есть квас пиво без алкоголя разумеется мы обеспечиваем людей тем что им нравится мы даем им то что они хотят и причем вот как раз сегодня на утро мне нам пришло это четкое достаточно определение то есть мы видим вокруг массу рекламы массу маркетинговых ухищрений на тему того что купите у нас купите у нас купите у нас купите у нас потому что у нас там ярче больше там круче веселее задорно так и некое присыщение уже чувствуется да когда на человека совсем со всех сторон несется человек вынужден фильтровать он просто-напросто вынужден отсеивать рекламные сообщения которые ничего на самом деле ему не несут он это знает мне кажется что здравый человек вот разумные потребители мы вот двумя вот наша кредо в этом в этом смысле это разумный потребитель то есть те которые понимают я покупаю это потому что это качественно то есть мы отвечаем за качество товара за качество работы за качество усилий все то есть выбирая из десятков там сотен тысяч миллионов предложений которые есть на рынке мы не будем бодаться с ними не по цене не по уровню сказок которые рассказываются мы будем бодаться всегда только в одном сегменте качественный продукт все то есть мы гарантируем действительно то что люди хотят покупать и мы не обманываем ожиданий то есть ты открывая бутылку святичем любую абсолютно ты прекрасно знаешь что там под крышкой именно то что было в прошлый раз то есть стабильное постоянное качество продукции ну вот это в общем-то основа нашего успеха надо отдавать себе отчет в том что эта задача очень нелегкая или непростая потому что вот это слово сочетание общество потребления оно же как нам уже давным давно применимо да многие же считают смыслом своей жизни приобретать что-то накапливать вот все время потреблять потреблять покупать все новое и новое но ты правильно говоришь да за разумного потребителя мне кажется что надо давно уже настал тот момент когда не просто стоит покупать и потреблять а нужно хорошо разбираться в том что ты покупаешь и в чем этот продукт отличается от многих других в чем его конкурентные преимущества разбираться давно пора это ахиллесово пята нашего человека то есть советского российская без разницы недавно он был советским за российским стал недавно то что при советском союзе все все немного что-то могли там чего-то подкручивать и ремонтировать сколачивать делать и так далее получалось обычно вот товары массового потребления в советском союзе все вспоминают пломбир ну может быть остальное вспомним тоже да то есть когда там без слез было трудно смотреть на советские куртки штаны и ботинки но и продукты и непродукты ну да так вот так вот из-за этого отсутствия на самом деле достойных вещей малое их очень количество наши люди вынуждены были во первых все время приспосабливаться и что-то изобретать что-то делать подделать там как-то перекручиваться выискивать и так далее то есть и сейчас вместо того чтобы разобраться в том что предлагает рынок люди предлагают предпочитают так вот так же подкручивать брать подешевле там что как-то чуну сойдет его привыкли мы вот и ладно и и нормально то есть эта позиция неправильно потому что ну ремонтировать машину должен автомеханик автомеха да ставить сантехнику я извиняюсь должен сантехнику то что самое пиво должен безomsкогольная конечно и кла к вас безопокогольlera а в ру 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 в васе есть какое-то количество алкоголя алкогольный класс алкогольный вас минимальным к леetah badood Circa конечно безукогольная то есть он формально phonем я сейчас мурашки прям потил побежали если бы у нас еще к вас признали этой продукции самое интересное что в мусульманские страны Святским классом Мы не можем войти нормально Именно из-за того, что в мусульманских странах Потребление любых алкоголь Содержащих запрещено В Индии она же смешана Сколько у нас население планеты исповедует ислам? Слушай, ты меня сразу поставил в тупик Три миллиарда, по-моему Нет, ну что ж, не выдумывай Не выдумывай, ну какие три миллиарда Ты о чем? В Китае, у которого население там, допустим Ну полтора миллиарда Там мусульман очень немного Чрезвычайно мало В Индии гораздо больше Но все равно, грубо говоря, 50 на 50 Я, если правильно помню, ислам исповедует порядка 600 миллионов На самом деле То есть не так много Основная масса населения Земли Исповедует, собственно, буддизм Надо освежить свои Да, пора Так вот, в Индии, кстати говоря, авиатский квас Мы будем его поставлять гарантированно Кончится пандемия И мы проведем негустации В Индии мы сможем поставлять квас С содержанием алкоголя До 5 Ой, прошу прощения Да До 5 Да, 0,5% Да Да Потому что больше у них возникают траблы То есть больше это Ну, местное законодательство Да Совершенно правильно Особенности Вот И выбирать качество Это ключевое сообщение Которое несет вяч Ключевое настроение Ключ Вообще ключ ко всему Это просто качество продукции Все На этом мы стояли Стоять будем Природное сырье Местная вода И, собственно говоря Шесть поколений Которые пьют вятич Вот так вот Если подумать С 1903 года Прошло шесть поколений Мы считали специально Вот шесть поколений Кировчан Потребляют продукцию вяч Вроде бы как Что-то получилось Называется Вот А отношения Да Завод находится Напоминаю на пороге Своего 120-летия Уже Собственно Я не беру сейчас Вот весь этот временной промежуток Осветить И дать характеристику И у тебя попросить Все-таки за последнее время Вячес чувствует Изменение отношения К себе Со стороны общества Ты знаешь Вот так в целом Пока Я сам удивлен Да Видимо Наши с тобой беседы Видимо Какая-то взвешенная Четкая Объективная Рекламная политика Она Сделала Какой-то Дала Какой-то результат Потому что Я говорил Буквально Случайно С несколькими людьми Которые далеки От проблем Вятича Далеки От пивоварения От всего этого И они мне рассказывают Что да Это интересно Я узнал Что это натуральное сырье Действительно натурально Интересно Когда Да Мы попробовали Все прекрасное Самочувствие На утро Никаких проблем О чем говорили Не ясно И так далее И так далее То есть Люди начинают Понимать Что это Природное Натуральное Как молоко И у пива Есть безалкогольного Разумеется Есть родина Вот эту фразу Я все-таки Мне она нравится То есть Это скоропортящийся продукт Продукт Который не должен Доставляться Больше чем Ну хорошо До Москвы Тысяча километров Мы довозим В Москву Да Слава бог Но С коротким сроком годности С коротким Мы в Москву Практически Нет Мы не везем В Москву С коротким сроком В большом количестве Там есть Какие-то Небольшие Поставки Это именно Разрывной вариант 31 день Но Большими партиями Нет Я очень надеюсь Что это изменится Когда мы построим Подмосковье завод То есть Это в планах есть Именно Мы совершенно Ну Это отдельная тема Для разговора Естественно Вот Но отношение К вятичу Со стороны Бизнеса Это тоже Отдельный момент Вот Наш бизнес Кировский Ну тут Не знаю Что сказать Тут есть С одной стороны И понимание Того С чем мы сталкиваемся И понимание Того Как мы работаем С другой стороны Вот Ахиллесова пята Кировского бизнеса Вообще Кировчан На самом деле Характеристика Менталитета Я бы сказал Это неспособность Неумение Нежелание Неспособность Незнание Как собраться вместе Как консолидироваться Как консолидировать усилия То есть Очень Киров Вообще Это я уже Как человек Приезжий Все-таки Хотя я проживший Здесь почти четверть века Я уверенно Могу сказать Что кировчан Ахиллесова пята Это неспособность Вместе что-то сделать Какие-то кризисные моменты Да Там Выйдем на улицу Громко прокричим Это Это на любой широте есть То есть мы начинаем Вот позавчера Дата была Праздничная Ну 9 мая Собрались Вместе Дали отпор 9 мая На самом деле В моем понимании Однозначно Праздник Я согласен С критикой Того Как это делается Что это делается Отмечается Мне не нравится Когда Эту дату Пытаются Высмеивать Потому что Все мои родственники Воевали Да Нет Мы не собираемся Я надеюсь Что мы не собираемся Я просто объясняю Что вот такие даты Да Они исплачивают население Они объединяют людей Но кроме этих дат Может быть пора Все таки Как-то объединяться Вокруг чего-то Дело в том Что на Вятке В Кире А зачем ты Объясни вот этому бизнесу Сейчас Зачем ему стоит Ну это Сплотиться Обсудить Выложить свои карты Планы Все очень просто Если мы хотим Сделать то место Где мы находимся Собственно Свою родину Да Без разницы Как к этому слову Относиться Но мне кажется Надо позитивно Относиться Так вот Если мы хотим Сделать Свою родину Местом Где хорошо Интересно Здорово Жить Надо объединяться То есть Однозначно Совершенно И философия бизнеса Вот мне не нравится Вот почему Допустим Подход Транснациональных Торговых сетей Вот о том Говорили много раз Когда Нашему населению Впаривают Я использую Такие Мало парламентские Выражения Но впаривают Нормальные выражения Жизненные Да Впаривают Шмурдяк Откровенно Совершенно Мы говорили Много раз О том Как делается Экспресс Безалкогольный Разумеется Пиво Из чего Оно делается Что это В общем-то Не пиво Ребятишки Воспует Какой-то Ну вот Вычеркнем Все эти слова Из речи Ну скажем так Суррогатом Вот Как Все это Делается Как Все Это Разливается Что Ребятишки Демпингуют Со страшной Силой Просто Для того Чтобы Держать Для рынка По причине Того Что они В общем-то Заинтересованы Только в том Чтобы стоимость Акции Которые Разместили На бирже Не падала А стоимость Акции Зависит От объема Рынка Который Ты держишь Был скандал Несколько лет Назад Когда Кто-то Что-то Стиражировал На тему Компании Балтика Акции Ничего Не произошло Ничего Кроме одного Акции Балтики На бирже Упали Совет Директоров Балтики Карлсберга Который Принуждает Балтика Схватился За голову Естественно Вынес Просто Мозг Всем Манагерам Которые В России Сидят Чтоб Этого Не повторялось И они Теперь Идут С убытком В 500 Миллионов Примерно Каждый год Последние 5 лет Но Держат Долю Рынка Они Димпингуют Продают Фактически Ниже Себестойки Гонят Черти Из чего Прости Господи Прости Господи Но Они Держат Рынок Вот Вся Философия Вот этого Большого Массового Это Африка Там Зимбабве Это Китай Что угодно Вообще Что угодно Главное Чтоб акции Не падали Главное Совершенно правильно Главное Чтоб акции Не падали На бирже То есть Ни о каком Ну В хорошем Смысле слова Патриотизме Ни о каком В хорошем Смысле слова О территории Где ты существуешь Разговора нет У нас Совершенно Другая позиция Мы на ней стояли И стоять будем И не изменим Мы находимся Здесь В Кировской области Здесь В Кировской области Мы производим Свою продукцию Мы заботимся Думаем Хотим Поддерживаем Интересуемся Мнением Людей Которые покупают Нас И тех Кто живут Вокруг Вообще В принципе Это Ну вот Разговор Шел о том Что ребят Ну Ну все таки Вы когда Пытаетесь Какие то Палки в колеса Вставить вячи Там всякие Смешные письма Посылаете Еще что Ну Письма Потом Экспертиза Сделает Этих писем Мы скорее всего Это озвучим Это очень смешно Вот Да да Это как бы На следующей передаче Скорее всего Там будет готово Минфин Сделает Экспертизу Налоговая Сделает Поговорим Посмеемся Вот Когда эти ребята Пытаются Вставить палки В колеса Какие то вещи Они не понимают Что они собственно Рубят сук На котором сидят Ну Мало того Что мы Все таки Даем 7 процентов Бюджета Если считать Областного Если считать Без Собственных доходов Совершенно правильно Совершенно правильно Еще дотации Ну вот если убрать дотации Выпорошенные В Москве Эти подачки Вот из денег Которые собраны На территории Кировской области У нас 7 процентов Ну это так В общем Миллиард Миллиард Это не так плохо У нас 377 семей Которые работают Собственно Кормятся Навязчив Работают Тоже ничего Но самое главное Я очень был Этому удивлен Недавно Совсем Будучи в Москве Мне Киров то Ну вятский класс Все Прямая ассоциация Больше ничего нет Больше ничего нет Вот это удивительно Ну естественно Белых и Навальный Это понятно Уголовная составляющая Ну вот если убрать Уголовную составляющую Из истории Нашего края То вятский То внезапно Вятский класс Вот отношение Бизнеса Единственный момент Это отношение Торговых сетей Которые все уже Они тоже исповедуют Это фактически Это американская модель Когда ты продаешь Папуасом Вот этот шмурдяк Да И просто зарабатываешь деньги Держишь акции на бирже Торговые сети Работают примерно так же Для того чтобы вы понимали Слушатели в первую очередь 65 процентов стоимости Того пива безалкогольного Которое стоит у вас на полке Это собственно наценки Торговой сети Вот 65 процентов Да Прошу зарубить Да Вот акциз Акциз То что мы отчисляем государству В стоимости Все бестоимости То что мы отдаем Составляет 60 процентов А на эту цифру Да Вот которую мы отдаем Еще 65 процентов Накручивают торговые сети То есть После этого Ребят Ну подумайте сами Собственно Где находятся все деньги От продажи Тяжелая работа Продавать Судя по этим цифрам Тяжелая работа Только Впаривать Как ты скажешь Да Тяжелая работа По одной простой причине Ты когда продаешь Вятич Ты сталкиваешься С засилием Вот этого шмурдяка Со страшной силой И люди Естественно Берут по 29 По 35 Рублей По 37 Потому что Они наивно Думают Что они сэкономят Ребят Вы не сэкономите Вы просто Испортите здоровье Гораздо быстрее Чем рассчитываете Ну и потом будете Тратиться на лечение Ну это тоже Мрачная на самом деле Тема Не хотелось бы Отношения со стороны Властей Еще давай Это затронем Просто для меня Показательный Тот самый случай Когда мы С тобой на протяжении Нескольких месяцев Наверное Про приказную избу Пожалуйста Посмотрите Возможность Мы хотим Превратить Этот объект Исторический Исторического Наследия В хорошее Современное Заведение С упоминаниями Его корней С музеем И так далее Да Но мы же все Прекрасно знаем Что там Какой ответ был Вот я не знаю Поведение наших властей У меня просто Оно вызывает Даже не бешенство Уже не бешенство А просто недоумение Ребят Мы существуем С 903 года То есть мы пережили Войну Одну Мировую Потом гражданскую Революцию Пережили генсеков По-моему Пять или семь штук Было Пережили Одного президента С Горбачевым Мести Их будет двое То есть как бы И каждый раз У нас возникали Со всеми этими событиями Какие-то проблемы То есть Ну я думаю Что любые проблемы Которые возникнут У нас в ближайшее время Мы точно так же Преодолеем То есть просто Тем кто портит воздух Что называется Тем кто пытается Сделать сложнее Нашу И без того Довольно проблемную жизнь Ну ребят Ну подумайте Сами Мы это Одны из Вот не побоюсь Стого красного словца Мы один из столпов На самом деле Вятки Потому что Убери отсюда Вятич И будет Очень анекдотичная Картина Ни одного Предприятия С таким уровнем Патриотизма Начиная от названия И кончая Вот представленностью На мировом рынке А мы уже представлены На мировом На вятке В Кирове нету Просто нету Ребят Ну вообще нету Вы что делаете-то Ну вот Ну как бы Ладно Посмотрим там Что будет дальше Конечно Ну да Киров лес что ли Помните Ну да Тоже еще У нас есть заготовочка Да Небольшая Да у нас есть Давай поясним Что это такое Совершенно правильно Решили мы Послушать Что просто И люди-то На театральной площади Поговорят То есть задали им Вопросы Попросили Наш дружественный Источник новостей Пройти Ну да Наши коллеги Да Наши коллеги Пройти с диктофоном И в общем-то Как я понял Ты из этого всего Отобрал Да Там было больше Десятка файлов Я отобрал Самые яркие Ну те Те ответы Которые на рассуждения На определенные Наталкивают Потому что Когда люди отвечают Да или нет Там не поймешь Куда дальше Просто-просто скучно Да Я специально брал Такие развернутые ответы Вы сейчас эти А может быть Их и озвучим Эти кстати Вопросы Которые я сейчас задавал Впрочем Они сейчас там прозвучат Да прозвучат Конечно Зачем их озвучивать Да Эта запись Она займет Две с небольшим минутки Вы поймете О чем идет речь Восемь конкретных вопросов Было задано Нескольким жителям Нашего города Они дали свои ответы И вот потом мы Разберем Что к чему там Да прозвучало Давайте нашего звукорежиссера Сейчас попросим Поставить эту запись Пожалуйста Знаете ли вы Марку Вятич Да конечно Конечно Да знаю Да конечно С чем она в первую очередь У вас ассоциируется С Вяткой С городом Кировом Квас Вятский квас Со вкусным пивосиком С квасом С пивом Чуваки Которые с Путиным Пообщались напрямую Знаете ли вы В каком году Был основан завод Вятич Нет Понятия не имею Вообще не представляю Сейчас Нет Но предполагаю Что где-то В начале Столетия Предыдущего Нет Не знаю Наверное В 1800 Каком-то в конце Наверное А знаете ли вы Об основателе завода Карл Шнейдера Нет 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 Никогда не слышала Слышал Известно ли вам Что Вятич устанавливает Памятник Карлу Шнейдеру И как вы к этому относитесь От вас слышу впервые Я не против Нет Неизвестно Если памятник Красивый Качественный Крутой То почему бы и нет Думаю Что это может помочь Туризму В Кировской области Возможно Если прокачивать И экскурсии на завод То я думаю Что это классно Почему нет Человек хороший Производство Открыв Хорошая Навятка На ваш взгляд Чем отличается Продукция Вятича От продукции Больших компаний Вятич наше Родное Все самое вкусное Вятские наши Свои Вкус Свой родной Кировский Тем что При не таком Большом объеме Производства Проще следить За качеством Мне кажется Что оно сделано С душой И за счет этого Оно для меня Очень вкусное Что вы сделали Будь бы вы владельцем Или директором Вятича Может быть другие сорта Продукции Меценатство Что-то еще Меценатство Или что-то в этом роде Да нет Все так же Все так же Я бы изменила Маркетинговую компанию Этого завода Они могли бы Тебе заниматься Благотворительностью Или чем-то вроде того Начала бы Наверное Выпускать Сидор Расширила бы линейку Я бы Распространил Продукцию На весь мир У Вятича Довольно классный ресторан Я бы еще порал Есть ли у кировчан Причина гордиться Вятичем Конечно да Конечно Да Крупное предприятие Большая линейка Много заведений Да Это один из источников Наверное туризма В городе Многие едут сюда Специально Чтобы попробовать Так сказать На месте Да Одно из крупнейших Производств Как наше молоко Конечно есть Главное пиво На Вятке Да Потому что Вятского пасса Все знают Вот Такой опрос Получился буквально На днях На театральной площади Настоящие живые люди Пробегавшие По главной площади Нашего города Заметил сколько раз Прозвучало слово Свой Да Наше Да Родное Вот первое что Браса бросается Да И душевно И душевно Да Ты знаешь Меня расстроило Что не помню Дату основания завода Это да Это очень печально Потому что я По наивности Заширенности Именно как человека Аффилированного Свящим Заширенность взгляда То что 903 год Мне казалось Что это должно было Отпечататься В каждом мозгу Кировчат И со Шнейдером Тоже засада И попадос Потому что Ну ребят Ну надо вывешивать Значит карло Со страшной силой Смотри Смотри как Грамотно очень Составлены вопросы Здорово Вот по части вопроса Я бы там Не давал подсказку Например Что бы вы сделали Будь вы владельцем Или директором Вятич Пусть сами дальше Размышляют Я бы не говорил Про меценатство И так далее Смотри как получилось Начало хорошее Да знаем То есть узнаваемость Прекрасная 100-150-200% Все знают Это да Есть повод гордиться Концовка Да вопроса То же самое Есть безусловно Потому что знаем Гордимся А вот в серединке Провал А конкретика А за что А кто такой Шнейдер Кто такой Шнейдер Когда был основан Чем отличается Продукция Вятича От пресловутой Вот нам Много раз нами Упоминаемой Транснациональной Не знаем Наш родной То есть Душой говорит Человек то в это время Значит надо Все очень просто Значит надо дать Людям знать До конца И когда был основан И кто основатель Ну это вот Поставим памятник Шнейдеру Поставим И поговорим Ну очень кстати Там еще были кусочки Которые я не включил Потому что ветром задувает Микрофон Я там очень сложно Расслышать Несколько человек Упоминали кстати Да про этот памятник Они относятся к этому Хорошо Потому что он привлечет Потоки туристов Еще дополнительно Вот видишь Широко мыслит Ну это мысль На поверхности Поэтому и широко Ты знаешь Вот по Шнейдеру Успеем наверное поговорить Сколько нас по времени осталось У нас сейчас будет Небольшая рекламная пауза Ага Давай Прервемся на нее Через сколько Мы можем сейчас на рекламу Да выйти Спрашивая нашего звукорежиссера Да можем Хорошо Сейчас уйдем Небольшая пауза Владимир Маматов Пресс-секретарь компании Вяти Через полторы минуты вернемся Группный план Ну чувак Который напрямую Пообщался с Путиным Видишь Помнит тебя Народ Люди помнят Там была Прекрасная фраза Напрямую Пообщались Напрямую пообщались Да То есть видимо Несколько человек Сразу общалось Ну давайте уточним Владимир Маматов Собственно лично Да бог с ним Задавал этот вопрос Ну вот Не самое главное Но в целом Картина вот такая Она мне кажется Показательная Ты знаешь Вот то что Вятский квас Помнит все Это здорово И замечательно Мне нравится на самом деле То что Все таки Что то полезное В своей жизни Я пожалуй сделал Вот И Кстати Вот это Совершенно прекрасная новость Мы можем это Озвучить Просто широко И хорошо То что Наконец-то Мытьем И катанием В результате Длительных Длительных Очень экспрессивных Эмоциональных Переговоров В частности С владельцем Торговой сети Красная и Белая Товарищем Студейником Которым я пообщался С огромным удовольствием Оказался моим Ровесником И весь жаргон И все понятия Девяносто Которые я знаю Которые были Да Впитаны и переварены Да То есть у нас Нашло с ним Внезапно много общего В понимании жизни Вот После этих переговоров Вятский квас Все таки стал В красное и белое Послушайте Только вдумайтесь Красное и белое Сколько уже существует В нашем городе Лет 10 наверное Да Примерно так И вот все это время Вятского кваса Там не было Ну Тут надо посыпать голову Певом от имени Компании ВЕЧ Дело в том Что мы тоже Несмотря на красоту И великолепие наше Совершаем ошибки А именно Вот как раз Примерно 10 лет назад Когда красное и белое Еще не было В нашем городе Кстати Оно позже Сформировалось И зашло Оно позже Но мы начали С ней работать И совершили Ну скажем так Возникло недоразумение Недоразумение Финансово-экономического Порядка И коса нашего На камень В результате чего 10 лет Мы не могли Нормально Работать с красным и белым Мы просили Вот возвращаясь К опросу властей Надеюсь Нас слушают люди Которые принимают решения В сермодоме Который охотится За твоей спиной Обращались мы И в этой передаче И писали письма Ребят Помогите нам Нормально работать С торговыми сетями Хотя бы в Кировской области Хотя бы А в ответ Тишина Как пел Высоцкий В известной песне Так вот Мы сделали все это сами В результате переговоров Действительно Они были интересные Долгие Кропотливые И так далее В результате всего этого Красное и белое Отправило нам заявку Вятский квас Стоит в красном и белом И судя по результатам продаж Магазины просто обсыхают То есть того количества Которое они заказали Им уже не хватает То есть нас любят Нас знают Нас помнят И это Причем самое приятное Красное и белое Ставят по всей стране Во-во-во Я сейчас хотел задать Несколько технических вопросов То есть речь-то ведь идет Не только о Кировской области Нет Вы отправляете партию Сейчас в распредцентры Да Красно-логистические центры И они потом развозят Уже по всем регионам И самое приятное Они Ну как приятное Для нас приятно Они обсыхают Уже в магазинах Фактически То есть следующая заявка Будет больше 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 Я думаю что мы Наконец-то сможем Исключить вариант Когда не знаю Москвичи мне очень часто Задают вопрос Где купить Где найти Вот мы продаем Веннинговых аппаратах Допустим В метро в Москве Я сегодня с утра Как раз Когда шел в московские Эфирах Москвы Я длинно-длинно Напоминаю себе Не знаю Какого-то Старшину на плацу Который зачисывает Список награжденных Да Я зачитывал список Вот этих Станций метро На которых стоят Где вот этот аппарат Веннинговый аппарат То есть Сейчас я думаю Благодаря в первую очередь Красным и белым Мы сможем оказаться В шаговой доступности Для большинства россиян Это огромный успех На самом деле И Также я надеюсь Сейчас надо будет Согласовывать С самим красным и белым Если мы сможем Если у нас хватит Так сказать Бизнес мышц На то Чтобы сделать Нормальную программу Рекламной поддержки И продвижения Ковятского класса Именно в красным и белом По всей стране Вот тогда Это будет здорово Интересно Это как бы Следующий шаг Такой Уже коммерческая Составляющая Это сотрудничество Долгосрочное Я очень надеюсь Что мы расширим Линейку Я очень надеюсь Что мы войдем туда Ни одним Ни двумя Ни тремя продуктами Но пока с кваса Это можно считать Такое Начало Христос Христос Воскрес Пяточки Надо перекреститься Что вошли Вот То есть Это приятно Сам завод Сама компания В связи с этим Нужно наращивать Объемы производства У нас Слава богу Запас производства На квасном заводе Присутствует То есть Мы Я думаю Что мы сможем Увеличить Я боюсь Ушибиться Сейчас в цифрах Ну раз в два Мы сможем Нарастить еще Ну собственно Мы на это и рассчитывали На то что Как только мы встаем По всей стране То есть Нам хватит мощности Чтобы очень долго Повышать То есть Я думаю Что год-два Мы еще вполне Будем удовлетворены Мощностями Теми которые стоят здесь Ну пройдут год-два Где мы будем Как все будет Посмотрим Ну в материальном плане Я тоже так понимаю Это Хорошие подспорья Мягко говоря Для завода Это прекрасно Совершенно Но Вопрос с деньгами Всегда очень интересен Потому что Вот Не надо никогда Путать свой личный Как это В кавказской пленнице Не путай Государственный бюджет С личным Да Вот то же самое Когда ты думаешь Терминами своего бюджета Ты думаешь Терминами трат Ты всегда думаешь Терминами того Как купить Как вложить Не как сохранить Или как приумножить У тебя нет задачи Зарабатывать У тебя есть задача Потратить Ну максимально Гибко Эффективно И так далее А в бизнесе Ситуация Абсолютно другая Она противоположна Тебе нужно зарабатывать То есть тебе нужно Вкладывать так Чтоб это росло И главная задача Если ты получаешь прибыль Это вложить ее так Чтоб она генерировала Следующую прибыль А ни в коем случае Не зарывалась в землю Так называемая Денежная движуха Денеги должны работать Уходить Приходить Приходить И поэтому То что мы получим С красного и бела Да Мы сделаем Допустим Следующий шаг Мы попробуем Войти В пятерочку Магнит На тех же вариантах По всей стране Как и с красным и белым То есть это Следующий этап То есть мы Попытаемся С классом тоже Естественно Мы попытаемся Расширить свою географию Представленность Вообще по всей стране Это потребуют годы Это годы Вложения Это реклама Это маркетинг Это усилия Это все Вот это машина Которая должна ехать 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 Я практически убежден Что вятский класс Не знаю насчет Пива безугольного Разумеется Вятча Хотя у меня тоже Очень большие Планы и представления О том Где и как Оно должно оказаться Но вятский класс Сейчас я практически уверен В течение нескольких лет Это станет В общем-то Русским национальным напитком По-настоящему То есть мало того Что он будет представлен По всей стране Во-вторых Он собственно Будет занимать Большую часть рынка Квасного В России Ну это На ближайшие Пять-десять лет Это Реальная Достижимая Нормальная цель Было бы Знаешь Я так уже мечтаю Было бы здорово Чтоб люди В других Отдаленных регионах Покупая Продукцию Нашего завода Вятича Чтоб у них еще И возникало Желание Приехать сюда Посмотреть бы На все это Это я возвращаюсь К теме туризма Да О котором мы Недавно В опросе Слышали Да В опросе Там был Нет А ну да Был вопрос По туризму Ответ точнее На вопрос По туризму И вот этот Памятник Шнейдеру Как меня печалит То что люди До сих пор Не выучили Немецкую фамилию Вот А надо бы выучить Как год основания Завода Как и факты биографии Ну Я бы вообще Раздавал конечно Детям на 1 сентября Ну кстати В соответствии С немецкой фонетикой Его правильно Шнайдером Называют Все так Да Дифтонг Ай Есть Он Шнайдер Вот эти Грамарнации Ладно Так Суть заключается В следующем Когда мы Ставим Бронзовый Великолепный Совершенно Памятник Шнайдеру На котором Можно присесть Сфотографироваться Потереть Рукой Бочонок С пивом Безалкогольным Разумеется Который у него Там на коленях Изображен Это одно Но я предполагаю Если честно Что все таки У нас Каким-то Вот это чистое Меценатство Потому что Никакое Вот именно Меценатство То есть мы Вкладываемся В долгосрочные Очень долгосрочные Ценности Вот разница Между Кратовременными Вложениями Когда ты Вкладываешь Рассчитывая На оборачиваемость На инвестиции Это все понятно А здесь Мы Вкладываемся В туризм Вкладываемся В длительную Вещь Если мы Сделаем Экскурсии Посвященные Тому Что было При Шнедре Экскурсии Посвященные Тому Что было При Советском Союзе Соединим Это с теми Экскурсиями Которые Сейчас идут На заводе Показывая Нынешний Вятич И Одновременно У нас Есть Альпин Которые Пивные Ванны Которые Пивные Это Безалкогольное Пиво Абсолютно Это Сусо Пивное И Есть Ресторан Вятич Пивные Ванны Вятич Есть Экскурсии Памятник Шнедеру Если мы Сделаем Нормальный Туристический Объект Это Будет Серьезный Настоящий Вклад Вообще Самобытность Города Это Действительно В долгую Будет Работать На Совершенно Другом Уровне Чем Просто Оборачивание Капитала А На Об На Образ Предприятия На Образ Продукции На Образ Того Что Мы Собственно Несем И Это Важнейшая Составляющая Важнейшая Потому Что Вот Деньги Наверху Вот Деньги Внизу И Надо Понимать Что Они Разные По Разному Текут Мы Много Раз Говорили О Что Памятник Шнайдеру Вы Собираетесь Поставить Осенью Этого Года А Когда Работы Начнутся Подготовительные Они Уже Начались Сейчас Мы Ждем Первую Напечатанную На 3D Принтере 1 к 100 Они Напечатают Копию Мы Ее Отсмотрим Если Она Улюдовлетворяет Они Делают Один К одному Тоже Печатают На Принтере Это Вят Гу Делают Ребята Мы Смотрим Ее После этого Она Уходит В Подмосковье На Литье И Оттуда Возвращается К нам Ориентировочно Это Сентябрь Начало Октября То есть Может быть Октоберфест Который Я боюсь Что С этой Пандемией Непарламентские Выражения Непарламентские Выражения Выключаем Вот с этой Самой Пандемией С Октоберфестом Непонятно Будут ли Проводить В Мюнхене По-моему Недавно Написали На днях Буквально Что Шествие На день Пивовара Нам запретили Неизвестно Как у нас Будет осенью Сможем ли мы Что-то сделать Но Установить Я надеюсь Что установить Памятник Действительно С должным Освещением Как раз Я бы раздал Всем памятники Памятки 903 год Карл Шнедер Короткий факт Есть На чем работать Есть Мягкая гора Есть Конечно Безусловно На этом завершается Время нашей Сегодняшней беседы Владимир Маматов Пресс-секретарь Компании Вятич Все наши Разговоры Аудио Видео Вариант Есть на сайте Кирова.ру Смотрите Пересматривайте Переслушивайте Ну а мы будем Вновь и вновь Вновь встречаться И разговаривать Все Всем всего доброго Удачи Крупный план Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok